Добрый день, уважаемые коллеги. Я попросил вас собраться для того, чтобы поговорить о ситуации в банковском секторе, о том, как выстраиваются отношения сегодня с реальным сектором экономики. Мы знаем, что в силу целого ряда обстоятельств, в том числе объективного характера, Банк России вынужден был принять решение о повышении ключевой ставки. Естественно, это транслировалось и на уровень банков коммерческих, что создало известные трудности для целого ряда отраслей экономики, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства в получении кредитов по приемным ставкам. Я уверен, здесь мне не нужно повторить какие-то общие вещи, всем понятно, что происходит. Вместе с тем в последнее время и Банк России, и правительство принимают ряд энергичных мер для того, чтобы ситуацию направить в нужное русло, стабилизировать её. Принято решение, как вы знаете, о декапитализации на 1 триллион рублей системообразующих банков. ВЭП тоже не будет забыт, и с Фонда национального благосостояния это будет сделано, мы вчера только об этом и говорили. Запланировано также увеличить объём госгарантий по кредитам, привлекаемым предприятиями для реализации инвестпроектов. Кстати говоря, это включает тоже и реструктуризацию текущей задолженности. Должен быть сформирован также механизм субсидирования процентов по кредитам организаций на пополнение оборотных средств и финансирование текущей задолженности. Кроме того, Банк России разработал ряд инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего это касается предприятий, которые занимаются несырьевым экспортом, а также для тех, кто использует механизм проектного финансирования. В комплексе эти меры, уверен, позволят сделать кредиты для реального сектора экономики более доступными. Вместе с тем мы с вами знаем, а вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, что и для финансового сектора страны есть определённые сложности, несмотря на ту поддержку, которую оказывает государство в лице Банка России и правительства. Тем не менее, в связи с ограниченным доступом, точнее даже с закрытием доступа на внешние рынки, есть, конечно, определённые сложности. Я, собственно говоря, и попросил вас сегодня собраться, чтобы поговорить по всем этим темам и о том, что делается и достаточно ли делается для поддержания самого финансового сектора и что мы вместе будем делать для того, чтобы поддержать реальный сектор экономики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok